здорово пупчики сегодня мы с вами мы смотрим новый ролик мистера биста я выжил 7 дней заброшенном городе поехали дат я тоже так подумала но нет выглядит прикольно вообще шикарно выглядит на самом деле потому что теплый город да видно что какой-то залив какой-то есть это туристические здания да как минимум может там встретить это отели а значит мы и наши операторы и делают люди ну мы так считаем полагаю мы начнем со спуска с крыши это вообще как будто бы куда-то курортам город и найти безопасное место которое будет нашим домом следующие 7 дней а для за город смотреть здание ладно посмотрим что в нижней части этого здания лишь один способ узнать марк робберк марк робберк блескобом посмотри два ролика у наконец-то мы теперь знаем кто в ролике я помню мистер бис приглашал джастин тимберлейка но это я тоже знаю понятное дело безумие я словно нахожусь в зомби апокалипсисе это дико глядя на это побродив еще немного вы нашли тут видите чем проблема это какой-то маслика по заброшкам ходит все в граффити расписано женщину с собой взяли зачем-то да естественно как его называется и получается так что тут же могут всякие странные личности на самом деле тусите это может быть опасно я думаю туристы все делают то приходит так вот граффити настирают уже никто не живет ну вот люди приезжают и выезжают такие смотрят такие дальше оставляют ролик колонна отклеилась вон дырка из-под нее осталось для паспорта для убежища боже думаю именно здесь нужно разбить лагерь не чуваки тому же у нас есть крыша защищающая от дождя и когда мы определились с лагерем нужно было открыть я рядом еще вертолет оставил на крытоем от прям ящик разобьем лагерь нам нужно снаряжение находится все среди мы для выживания в ближайшие 7 дней а чтобы не даже одежда лестнице мы просто сбросим их реально что что-то может быть спальник пешков спальники 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 не дай упасть пластиковая полетка ну шутки шутки будет грязно теперь так он подмытце есть еще мы разведем мы на кроватях крис начал разводить костер с марком я люблю класть дрова колодцем когда развожу костер я был скаутом я уже рассказывал слушай как правильно крис начал он говорит начал либо крис начала не ну он вроде начал либо кристина слушай да не будем снова скользкую дорожку не просто как бы может может можно как я притеснил получается этот момент но это озвучил начал мыслик начал я начала я не знаю я не знаю давай не будем или наши русские озвучки ущемел я не знаю кто ущемлял кого-то ищем на чем бы нам поспать что вот такими были матрасы сто лет назад погоди ты нашел матрас да где на втором этаже и блин я на таком бы не спала молоденькие спидозники спали спасибо оооо хорооож выживалова остальные решили спать на деревянных дверях абсолютно исключено что тебе сейчас комфортнее чем мне а спальники в городе так много зданий которые нам еще предстоит исследовать завтрашний день будет безумным уведите так холодно не смотрим реально холодно в городе прошел довольно спокойно позже ночью произошло не что что дождь спали марка несколько операторов проснулись от звука бьющегося стекла неподалеку от лагеря зайдет упа чутка спят хорошо она задуматься действительно ли мы одни в городе там то и дело услышали как там разбилось стекло не может животное какое-нибудь животное хоть бутылки это моя территория это мой двор мне показалось я что-то видит животное жутких звуков в этом убежище было слишком ветрено чтобы спать как-то неких стен нормально хорошо поспать мы встали позавтракали и начали искать новое убежище это первый раз когда ем чили на завтрак но голод такой сильный так что мне все равно но после плота когда еще я так радовался консервированным перцем мой мозг пытается забыть об этом спасибо после плотного завтрака мы запустили дрон мне кажется в принципе врачили с собой как завтрак это так себе такое эти выживание когда все готово знаете бы еще бы дом с собой притащили на вертолете и жили в нем знаешь такое выживание город будет следовать все еда все готовое все есть нормально а вдруг будет как бы в конце серии там не знаю битва с бомжами например кто знает если бы и дух тем самим добывали откуда тут будешь мы не исследовали это здание мы не исследовали эти отели здесь целый город однако исследуя здание мы наткнулись на неожиданно вообще вот он говорил что это какой-то город после какой-то войны там или бомбежки был но здание не похоже именно разбомбленное похоже как будто делали строили строили какой-то курорт у города отели потом закончилось финансирование они все просто так кинули То есть, я смотрела какой-то ролик, вроде в Египте или где-то еще, там тоже что-то было как-то ситуация, когда, знаешь, там отели понастраивают, а потом они просто стоят, гниют. Или там на Бали было что-то похожее. Вот. Ну, не знаю, мне почему-то так... Ну, так выглядит, по крайней мере. Там кошка! Я хочу посадить дрон прямо перед кошкой. Хайфует. О, вот это кадр! Крис, Крис, смотри! Слушай, какой хороший откормленный котик. У нее нет инстинкта выживания. Сзади еще одна кошка. Как бы ни было весело. Вон еще, видишь? Ну, нам нужно найти убежище, ведь сегодня ночью будет холодно. И вот мы отправились на поиски подходящего убежища для этого испытания. О, стоп, что это? Ого! Ого! Очень красиво! В этом есть некая эстетика. Это прекрасно, даже если... Да, что было безопасно. Эстетика зомби-апокалипсиса. Да, вот так. Стоп, это что, бассейн? Ух ты! Что за чёт? Бассейн. Шутка? Ой, с водой. Когда-то это выглядело примерно так. И в результате десятилетий гниения мы получили вот что. Погодите, здесь футбольное поле? Это спортивный гол! Нарисовали. Это футбольный мяч? А! Даже мяч остался. Какой спортивный комплекс? О, Оть! Что за флаг? Европейский. А кого именно? Европейский. Блин, ну я не знаю. Вот эти вот полосатые флаги, они всё время меня жёстко скамят. Я их вообще не сильно путаю. Но это не Франция? Может это какой-нибудь... Люксембург? Чехия? Нет, не мабуть. Люксембурге такое будет. Бельгия? Нет, Бельгия другой флаг вроде. Господи, что это? Ладно, нам знать, какие напишут в комментариях. Я знаю. Я знаю, что вы справитесь. Точно знаете. Конечно. Да наверняка старше всех нас. Кроме Марка, он старый. Теперь у нас два варианта. Мы можем и дальше идти по этому классному туннелю и исследовать окрестности. Или, учитывая, что до заката всего час, подготовиться к ночи, чтобы не мёрзнуть во сне. Не мёрзнуть. Звучит как хорошая идея. Согласен. И после целого дня в поисках нового пристанища, я до сих пор в шоке... Что, надо было разделиться? ...разделиться в городе. Мы нашли достаточно надёжное место, чтобы назвать его домом. Чтобы не замёрзнуть ночью, мы думаем разбить лагерь вот в этой комнате. Здесь будет кострище. Мы можем накрыть стену брезентом. А чё они внутри здания не хотят тусить? Там здесь стен побольше. Ну да, там не будет, в принципе, ветра. Я бы нашла какую-нибудь подсобку для персонала, где нет окон, например, за какую-нибудь кладовку. Там будет явно теплее, потому что продуваться не будет. С другой стороны, что внутри стремный сфальт. Она будет более-менее изолирована с их сторон. Вдруг стенки рухнут от старости. Хотя, ну, слушай, если они бы же рухнули, наверное, да. Да, Марк всё это сделает. Я сказал мы! Единственное, что сложно, подойди. Наш текущий лагерь и всё снаряжение вон там! Нет, вообще выглядит какая-то тропичная, ну, такая страна, знаешь, на курорте. Видишь, какая флора. Мы идём в новый лагерь. Новый лагерь. Новый лагерь. Новый лагерь. Окей, нам нужно прибраться, чтобы подготовиться к ночи. Кажется, это ужасное место, но неважно. Найдя более защищённую от непогоды базу, в следующие пару часов, пока не село солнце, мы таскали туда столько вещей, сколько смогли. Поскольку быстро стемнело, мы не успели перенести в новый лагерь все вещи. Так что, сейчас бомжи украдут? Банок чили и пары старых матрасов, у нас не было ничего. Что все думают о нашем новом месте? Мне нравится, что здесь нет ветра. Здесь гораздо теплее. Чендлер? Что? Это был уже третий день испытаний. Все вещи там не украдут? Что? Кошки. Масер-классичка чистая. А что за голову? Люди ходят. В этом заброшенном городе. И как только наш оператор заметил на дроне захотченного человека, мы сделали то, что сделал бы каждый. Какой-то такой ляжный, знаешь, как будто... Хоть проверим? Как будто это его место. Почему этот особняк рядом с огромным мотелем? Десятилетия назад отель был первоклассным курортом, но годы войны превратили некогда живопис... Купари! Где твой телефон? Пожалуйста, возьми мой телефон. Что за купари? Давай догадываться. Заглянем внутрь! Может, как куба какая-нибудь? Где это? Может, какая-то латинская? Войдет в комнату перед нами. Может, только Южная Америка. Уже темнеет. Всем стоп! Остановитесь! Сладости на сколы. Должны пойти туда. Я первый. Вперед, спасибо! Думаешь, там плитка фестаблз? Что за черт? Становится очень жутко. Я думаю... Что Марк должен идти первым? Что? Видно Марк. Смотрите, какой длинный коридор. Смотрите, взяли в ролик давай. Ха-ха-ха. То можно умереть. Я думаю, есть не нулевая вероятность, что кто-то может быть здесь и напасть на нас. Если кто-то нападет, что будем делать? Каждый сам за себя. Тот, кто самый медленный, умрет. Ух ты! Что это? Привет! Значит, значит, кто-то должен напасть. Это что, зомби-апокалипсис? Разыскивая его, но с наступлением темноты оставалось только надеяться, что позже он не будет искать нас. Нет, я думаю, днем никто не нападет. Днем. Вот почему мы так долго ждали. Дайте мне большую берту. Спасибо. Большая берта, обратите внимание, что того здания не видно. Это самый мощный фонарь в мире. О-о-о. Не видно? Хорош. Пошли, у тебя привлечешь внимание этого мужика. Да, как проректор. Он знает, куда идти. Вот. Я рекомендую такой фонарик всем людям, кто в фильмах ужасов. Потому что, блин, какие-то фонарики дебильные. Вот такой вот луч света. Вот это я понимаю. Все сразу видно. Он перестал работать. Великие были. На один раз хватило. Не рекомендую. Купили на Алиэкспрессе. Минус в том, что теперь нам придется идти обратно в темноте. Это было не вовремя. Ночью идти здесь гораздо страшнее. Да, на тысячу процентов. Такое ощущение, что наступил конец света, и мы выживаем. Чтобы не быть хладнокровно убитыми, мы возвращаемся в лагерь. Мы снова в лагере! Да! Я разведу огонь. Я голоден. Осталось только чили. И вот, собрав последние запасы, мы берем. Завтра, если мы найдем несколько столов и семь стульев... И больше еды. Это было бы здорово. Но когда мы закончили с утра четвертого дня из семи, то поняли, что наши запасы уже на исходе. В нашей сутке с водой закончилась вода. У нас есть еще? О, даже воды нет. Прямо вон туда. Хочу, чтобы у меня в организме было больше ста калорий, чтобы пойти туда. Чурния. Что значит чурния? Похоже, пойдешь ты. Ему понадобится помощь, сам он все не унесет. Марк и Чендлер... Носок коснулся. Чтобы забрать из ящика новые припасы. Мы с Чендлером на второстепенный водный квест. Это основной квест. Пока они ходят за водой... Мы не будем... Сзади них, это мужик бородатый был. Оператор. Не хочу, чтобы мы были бесполезными. Он не снимал. Попробуем найти стол и стулья. Но не успеем ли мы уйти, как Крис отвлекся. Мы что, не знали, что он тут стоит? Ты же пошли как новенький. Он ездит. Офигеть. Еще и хороший, да. Такая сидушка. Потрепанная. Точно его нашел? Они с собой принес. И как мы будем наливать оттуда воду? О, как тяжело. Я предполагаю, что это... Ой, мы случайно нашли здесь шеф-повара. Погоди, стой. Смотри. Не двигайся. Да. Джимми. Джимми. Это стол. Марк сильный. Помоги немного, Чен. Этот мешок с водой весит более 45 кило. И вот мой приятель Марк, будучи ученым-ютьюбером, придумал, как спустить его с крыши более эффективно. Но... Уронил? Уронил? Веревка оторвалась. О, минус вся вода. Веревка порвалась. Нужна веревка попрочнее. То, что вы видите, реальность. У нас лишил нас половины воды. А, два половины? Быстрее! Быстрее! Ну что, будем теперь писать в рот себе-то другу? Это была и правда серьезная проблема. А, нет. Вы издеваетесь? Марк! Прости! Не волнуйся, у нас есть еще один мешок. Спустите его на руках, пожалуйста. Лишившись половины воды, единственным способом... Чего-то в мешке? Вообще. Не знаю. Обычно, ну там, в канистре. Нет? Оставив нам с Марком достаточно ресурсов на семь дней. Мне было бы страшно оставить Джимми с кем-то, кроме тебя. Думаю, желание, конечно. Но прежде чем они... Думаю, правильно. Хотелы устроить последний пир всей маженки. О, я видела, так едят. Волосы. В смысле, так едят? Я забыла, какая-то штука называется в США. Вот, ты знаешь, тему между печеньком и зефирку на костре жаришь и кладешь. Именно маршмеллоу. Да, именно вот такую маршмеллоу. Ну, не такой зефир, как у нас зефир, а вот именно маршмеллоу. Так что, я могу идти на лодку? Мы запустили сигнальную ракету, чтобы подать сигнал лодке. И это было здорово. Бро, посмотри, как круто. Она освещает весь дом. Блин, ну, если кто-то был, кроме них, они уже точно знают, что они тут есть. Вероятно, что когда Крис и Чендлер уехали, в городе остались лишь мы с Марком. Очень одиноко. Только двоем? Да. Это первый день без друзей. Но мы хотим извлечь из ситуации максимум пользы. Наша цель на сегодня – починить убежище. Мы повесим брезент и защитим комнату от ветра. Здесь мы построим камин и нагреем его. Мы найдем полки и столы. Блин, честно говоря, похоже не на выживание, а на какой-то симулятор бомжа. Ну, типа, ты просто живешь где-то на полу в каком-то спальнике. И целый день шляешься просто по городу. Ну, разница в том, что... По зданиям, по этим запрошенным. Я не знаю, чем еще страниц. Но тебе еще запасы какие-то там есть, но повезло. В принципе, четвертый день, осталось всего лишь три. Ну, хорошо. С учетом идей, которые мы планируем, я могу остаться здесь до 14 дня. Он лжет. Мы начали исследовать соседние здания в поисках мебели и для уложища. И нашли эту потрясающую полку, маленький столик, большущий ковер, а также металлическую штуку, которую нашел наш оператор. О, какой стул. Он еще и целый, чувак. Бро, это кайф. Роскошь. Поддельный телек. Можно делать вид, что у нас есть телек. Картину приклеить туда. Ух ты, это так здорово. Внутренний дворик с арками. У каждого здания в этом городе есть своя индивидуальность. Что можно с этим придумать? Можно сделать систему вентиляции. В сочетании с этим получится камин. Ух ты, настоящие обои. У нас есть обои. Для чего? Я буду что, клеить обои? Здание стало домом, Джимми. Как будто мы пошли за продуктами, но вместо них набрали кучу мусора 30-летней давности. Да. Мы дома. Мы нашли все это. Дом Джимми собирает себе все самое полезное. Мы начинаем, Джимми. Мы процветаем. Здорово. Следующие четыре часа мы выгребали обломки из нашего убежища, из-за чего нам очень хотелось пить. Вода в этих мешках на вкус как дрянь. И вот, набравшись сил, мы решили приступить к ремонту. Когда мы все закончим, это комната станет самой лучшей в заброшенном городе. Это наша новая полка. Ладно, посмотрим, как она выглядит. Видишь? Видишь всю эту пыль? А, неужели неприятно? О, хорошо. И теперь, когда полка чистая, мы можем класть на нее еду. Почему-то более половины нашей еды это чили. А никто здесь не любит чили. Это ряд без чили, это ряд с чили. А это ряд с пистолусом. Короче, сладости и суперострое консерва. Мы повесили большой кусок брезента, который поможет сохранить тепло от камина внутри убежища. Кислород поступает, огонь горит, нагревает... Почему они кирпичи взяли такие ровненькие? Они же сказали, там вот черепица какая-то была, то ли кирпичи. Они же показали, где... Нет, там была черепица. Ну, значит, там были еще кирпичи под черепицей. Они прям такие ровненькие кирпичи. Новенькие. И во всей красе. Наконец, после длительного холода... Хорошо. Пища идеальная, новая. У нас тут огонь! Я чувствую, как от него исходит тепло. Мы соорудили разваленных заброшенного города. И вот наша комната. В углу стоит растение. У нас есть наши кровати, которые теперь меньше. Еще. Разве это не гениально? Айпад-марка... А, сделали телек. Разумеется, хорошее освещение. Печь, которая обогревает комнату. Настоящий стол со стульями. И... И грязное полотенце, которое мы делили. Это и есть... А то полотенце на всех. В свойстве нашей пятой подряд ночи вдруг прервал... Опа. Снова. Я здесь, чел. Снова кидай бутылки. У нас же был такой хороший день. Я хочу посмотреть, кто наверху. С ножом идет. Я хочу с собой для устрашения, но я не собираюсь его использовать. Эй, если ты здесь, просто уйди. Я хочу с тобой дружить. Ты точно не разыгрываешь меня? Может, не надо, да? Клянусь тебе, это был не я. Там как-то кидали бутылки. Это же ничего-то падло. Что это? Бро. Боже мой. Самая Марк Робертская штука, что я видел. Что он бранковал? Ты покаялся? Да, оказывается, что Марк нас разыгрывал. И это он все время ронял эти бутылки. Смотри, что сделал. У меня есть стиль дистанционного управления, о котором никто не знает. Я могу лежать в спальнике, ронять с крыши стеклянные бутылки и всех пугать. Слушай, просыпался. Я думаю, что могу доверять тебе. Бум. Так он не просыпался. Он проснулся, скинул бутылку, а потом такой. Ой, а кто на такую скинул бутылку? Ой, банку. Перестал меня разыгрывать, и мы переделали его. Что Сэнди? Фиста был с нам. В рот прям надо было, чтобы падала и чистила. И мне одну? Это очень грустно. Все-таки маленькие. Это, видимо, дополнительная серия. Детские. Ведь у нас оставался один день испытания. Доброе утро! Доброе утро! Заброшенный город! Один день. Ничего страшного, просто поспать здесь дальше. Покупаться. Не, холодно, видимо, еще. Идем назад. Утро шестого дня. Все улучшения, которые мы сделали, были бесподобны. Стало минимум на 10 градусов тепле. Потрясающе. Спал прекрасно. Еще заметила, что они по этим заброшкам ходят. Наши светлые одежды, и все такое чистенькое. Мне кажется, если бы я туда пошла, уже была бы грязная, как будто там меня в грязи валяли бы. Я бы там по всем стенкам и пошорхалась бы. У меня одежда каждый раз новая, он с собой миллион одежды взял. Чтобы в кадре красиво смотреться. Я предлагаю повеселиться. О, прикольно. Джимми, это каяк? Я только хотел сказать, думаю, вот это веселье камни с крыши кидать. И он дим такой, о, прикольно. Я думаю, понятно, на кого это рассчитано. Отбивается прикольно. Я бы тоже так делал. Не знаю, я поняла уже. Кидаешь, так бфф, распевается. А еще можно водичку кидать, чтобы был большой всплеск такой. Буль-буль, буль, клясно. Стоп, стоп, стоп. Смотришь реакции Ландао, но до сих пор не знаешь о том, что они еще делают реакции на мультфильмы, аниме и фильмы. В описании под этой реакцией ты можешь найти ссылку на их густи канал и получить еще больше эксклюзивного контента. Удачи, пупсик. Ну а мы продолжаем. Что с ним делать? Мам. Теперь тут можно плавать на каяке. Мы с Марком классно повеселились. Играли в бейсбол. Футбол. Марк даже научил меня делать блинчики. По-научному. Вот так. Мы даже кричали друг на друга с разных концов города. Марк! Штурм! Давай одновременно сбросим что-нибудь с крыши! Отличная идея! И честно говоря, все эти дурацкие занятия отвлекали нас от мысли о том, насколько одиноким был город. Да! И когда наступил последний день испытания, после уборки лагеря у нас в голове была только одна цель. Покинуть это место и никогда сюда не возвращаться. На самом деле, знаешь, такой курорт для бедных. Мало написать, где ты находишься. И люди, у которых нет денег на отель, да? Но есть 100 долларов в кармане, к примеру. И есть машина. Да, прилететь сюда, здесь лагерь поставить и жить хорошо, комфортно. Никого нет, ни единой души не мешает. Пляж чистенький. Собой взял еды. Вот, пожалуйста, купайся, живи. Вот их дикарем. Красота. Для интровертов тем более. И, кстати, канал Марка на Ютьюбе также доступен на русском языке. Обязательно зайдите на него. Вот канал. Я благодарен вам. И давайте улетим отсюда. Погнали! Кстати, в течение следующих 20 дней я раздаю по 10 тысяч в день тем, кто купит фистаблс. Попробуйте новый рецепт. Он потрясет. Прям всем? А ты ведь у него новый рецепт, поэтому шкалочки такие маленькие. Ну, что я хочу сказать? Ну, такое, конечно, выживание. Это нифига не выживание, на самом деле. Это такое, знаешь, типа, приехали. Полазили по заброшке. Приехали, потусили, побегали по заброшкам. Все с собой, все с собой, знаешь, там спальники. Вот интересно все-таки, что это за город? Ну, то есть, они написали название, но где он находится? Потому что я, честно говоря, даже не знала про такое, что есть место. Вот такое какое-то город. Они написали название города? Да. Там не было названия города. Там, когда были архивные фотографии, в центре было написано название города. Я уже забыла. Может, не город. отель называется так? Нет, там разные фотографии были отеля, мне кажется, это город был. Ну, все равно, как-то вроде интересно. Короче, спасибо уже за просмотр. Вот такая получилась реакция. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.